Элдер Даллин Х. Оукс Старейшина Даллин Оукс говорил во время Апрельской Генеральной Конференции о необходимости преобразить свою личную жизнь. Как я полагаю, это личностное преобразование начинается с перемены сердца, вне зависимости от вашего жизненного опыта и происхождения. Я родилась на Дальнем Юге США, и с юности усвоила из слов старого протестантского гимна «Каким должно быть сердце, преображенное сердце истинного ученика?» Послушайте эти дорогие моему сердцу строки. «Господь, не спошли мне кротости дар, я Твоя глина, Ты мой гончар. Не дай затвердеть мне, мне изгибай свой замысел вечный, во мне воплощай». Как нам, современным, загруженным, амбициозным людям, стать такими кроткими и покорными? Как нам подчиниться замыслам Господа? Я верю, что в первую очередь нам надо узнавать о Нем и молиться о понимании. По мере того, как наше упование на Него возрастает, мы открываем свое сердце, стремимся выполнять Его волю и ждем ответов, которые помогут нам обрести понимание. Перемена моего собственного сердца началась тогда, когда в возрасте 12 лет я начала искать Бога. Если не считать молитву «Отче наш», я понятия не имела о том, как нужно молиться. Помню, как я опустилась на колени, надеясь ощутить Его любовь, и спросила, «Где ты, Небесный Отец?» «Я знаю, что ты должен где-то быть, но где?» Все свои подростковые годы я продолжала спрашивать. Я замечала проблески реального присутствия Иисуса Христа, но по воле Небесного Отца мне пришлось искать и ждать целых 10 лет. В 1970 году, когда миссионеры рассказали мне о задуманном Отцом плане спасения и об искуплении Спасителя, моему ожиданию пришел конец. Я восприняла эти истины и крестилась. Опираясь на это знание и милости, о милости и силе Господа, мы с мужем и детьми выбрали для своей семьи такой девиз «Все наладится». Но как мы можем говорить друг другу такие слова, когда нас одолевает серьезные проблемы, и у нас нет под рукой готовых ответов? Когда наша обожаемая, во всех отношениях достойная дочь Джорджи, 21 год, попала в критическом состоянии в больницу из-за велосипедной аварии, наша семья сказала «Все наладится». Я срочно вылетела из Бразилии, где мы служили на миссии, в Идианаполе, штат Индиана, к своей дочери, и всю дорогу умысленно цеплялась за наш семейный девиз. Но наша милая дочка отошла в духовный мир буквально за несколько часов до того, как мой самолет приземлился. Охваченные горем и пронзенные шоком, словно ударом тока, как мы могли взглянуть друг на друга и, как прежде, сказать «Все наладится». После земной смерти Джорджи наши чувства были надломлены. Мы очень страдали, и по сей день нам бывает очень тяжело. Но мы держимся за понимание о том, что никто на самом деле не умирает. Хотя мы испытали глубочайшую скорбь, когда физическое тело Джорджи перестало функционировать, у нас оставалась вера в то, что она сразу же перешла в духовное бытие. И мы верим, что будем жить с ней вечно, если будем держаться своих храмовых заветов. Вера в нашего Искупителя, Его воскресение, вера в силу Его священства и вечного запечатывания позволяют нам с убежденностью повторять свой девиз. Президент Гордон Бихинкли сказал, «Если вы будете делать все, что только можете, то все наладится. Возложите свое пование на Бога. Господь не оставит нас». В нашем семейном дивизии не говорится, что все наладится сейчас. В нем вырождена надежда на то, что мы обретем в вечности. Не обязательно на то, что мы получим в настоящем. В Священных Писаниях говорится, «Ищите усердно, всегда молитесь, и будьте верующими, и все будет содействовать ко благу вашему». Это не значит, что все уже хорошо, но что для кротких и верных все, как хорошее, так и плохое, содействует ко благу, а сроки определяет Господь. Мы надеемся на Него. Иногда подобно Иову в его страданиях, зная, что Бог причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и Его же руки врачуют. Кроткое сердце смиряется с испытанием и с необходимостью ждать наступления исцеления. Когда мы подчиняем себя Духу, нам становится ясен путь Бога. Мы чувствуем, в чем состоит Его воля. Я обнаружила для себя, что во время причастия, которое я называю сердцем дня субботнего, помолившись о прощении грехов, бывает полезно спросить Небесного Отца, есть ли что-то еще? Если мы кроткие и спокойны, нашему разуму откроется что-то еще, что нам нужно изменить, что-то, что ограничивает нашу способность получать духовное руководство, а может быть даже исцеление и помощь. Например, мы можем испытывать скрытое раздражение в отношении определенного человека. Когда я спрашиваю, нужно ли мне исповедаться в чем-то еще, эти тайны и чувства всплывают в моем сознании. В сущности, Святой Дух шепчет, «Ты честно спросила, есть ли что-то еще?» И вот ответ. Твое раздражение замедляет твое развитие и нарушает твоя способность иметь здоровые отношения. Ты можешь избавиться от этих чувств. Ох, это тяжелый труд. Мы можем оправдывать себя своей враждебности, но подчинить себя воле Господа – единственный путь к неприходящему счастью. Со временем, постепенно, мы получаем Его благодатную силу и Его руководство. Мы можем испытать побуждение чаще бывать в храме или глубже познать искупление Спасителя, или обратиться за советом к другу, епископу, психотерапевту или даже к врачу. Исцеление нашего сердца начинается с того, что мы подчиняем себя Богу и поклоняемся Ему. Истинное поклонение начинается тогда, когда наше сердце расположено к Отцу и Сыну. Каково состояние нашего сердца на сегодняшний день? Как ни странно, для того, чтобы обрести исцеленное и верное сердце, мы должны сначала представить его в сокрушенном виде перед Господом. «Вы будете приносить мне в жертву сокрушенное сердце и кающийся дух», заявляет Господь. В результате того, что мы жертвуем свое сердце или свою волю Господу, мы получаем необходимое нам духовное руководство. Когда наше понимание благодати и милости Господа расширяется, мы замечаем, что наше своевольное сердце начинает с треском ломаться под действием благодарности. И тогда мы приходим к Нему, подчиняясь и принимая на себя Ермо — Единородного Сына Божьего. Благодаря этой жертве сокрушенного сердца и принятию этого Ерма мы получаем новую надежду и свежее руководство через Святого Духа. Я долго боролась с присущим мне, как плотскому человеку, желанием того, чтобы все было по-моему. И в конце концов осознала, как же мои пути примитивны, ограничены и ничтожны в сравнении с путями Иисуса Христа. Стизи Его — путь, ведущий к счастью в этой жизни и к жизни вечной в мире грядущем. Можем ли мы любить Иисуса Христа и Его Стизи больше, чем любим себя и собственные замыслы? Возможно, кто-то думает, что он слишком часто терпит неудачи и чувствует себя слишком слабым, чтобы исправить свое нечестивое поведение или мирские желания своего сердца. Однако, как заветный народ Израиля, мы не просто пытаемся измениться снова и снова. Если мы искренне взываем к Богу, Он принимает нас такими, какие мы есть, и делает нас лучше, чем мы даже можем себе представить. Известный религиовед Роберт Миллетт пишет о здоровой тяге к совершенствованию, уравновешенной духовной убежденностью в том, что в Иисусе Христе и через Него мы сможем этого добиться. Наделенные таким пониманием, мы можем честно сказать Небесному Отцу, «Доверюсь заботам Твоим, Господь, любовью Меня одаришь, исполню Я искренне волю Твою и буду, кем быть Мне велишь». Когда мы предлагаем свое сокрушенное сердце Иисусу Христу, Он принимает наше приношение, Он принимает нас обратно. Сколько бы потерь, раны, разочарований мы не перенесли, Его благодать и исцеляющая сила сильнее всего на свете. Если мы истинно покорны Спасителю, то можем с уверенностью сказать, «Все наладится». Во имя Иисуса Христа. Аминь.